привет зритель к нам чудесным образом попала на сборку карточка nvidia квадро т1000 и собственно почему бы нам не записать ролик то потому что ролик про квадро т600 набрал в принципе достаточное количество просмотров большое горячее обсуждение в комментариях то есть людям это интересно ну и ребят мир такой что 1000 почему бы и нет если она окажется например хотя бы на уровне 1650 то при своей меньшей стоимости ее спокойно можно брать хотя конечно многих не убеждает да ты говоришь человек возьми ты 600 ты играешь доту в кс человек такой нет я хочу там 1050 ти покупать 1050 ти в два раза дороже ну не суть ладно договорились давайте знаете что сделаем сделаем по старой схеме я распакую сейчас видеокарточку вот сегодня она пришла в таком виде производителя hp распакую карточку дальше мы соответственно я надеюсь что сегодня вова соберет вот этот тестовый стенд вот тут для него вроде бы как все уже сегодня должно доехать на z690 gaming x на ddr 4 памяти и собственно там будет стоять 12 700 kf с вот этой видеокартой квадро т1000 компьютер собирается для проектировщика не для игр но мы с вами у нас есть запасе два выходных замечательно на самом деле что у нас есть эти два дня и мы за эти два дня проведем тесты кто смотрит канал впервые ребята внизу под видео есть тайм-коды я могу тратить очень много времени на болтовню разговоры и прочее поэтому сразу на тайм-коды мы по играм все распишем в этот раз у нас времени больше чем четыре часа до которые у нас были в прошлый раз на тестирование t600 я надеюсь мы сделаем все не так сумбурно игры попробуем установить побольше у нас в принципе реально будет ну помимо нашей основной работы два дня чтобы спокойно там запустил игру она инсталляться сам параллельно занимаешься работой игра заинсталировалась зашел настроил показал вам в общем сделаем примерно как с квадрой t600 и наверное поехали распакуем дальше по ролику в принципе все логически увидите значит смотрите еще один нюанс который я хочу проговорить я оставлял в прошлый раз ссылку да под видео и в этот раз оставлю ссылку под видео на квадрат и тысячи но многие писали что я распаковывал боксовую версию а посылки была уемная так ребят работает яндекс маркет ты кидаешь я не знаю с ним что-то случилось последние там наверно месяца три он сильно поменял какие-то свои алгоритмы я в общем не понимаю не до конца не до конца еще соображаю как он работает я вам дам ссылку конкретно на эту видеокарту конкретно на эту вот с этим порт номером 20 x 22 а ровно с теми в стой комплектации которая будет вот в этой коробке ну то есть конкретно на эту серию до видеокарты но может так произойти что яндекс что-то изменит и ссылка будет на выдачу как например квадрат и тысячи отдел или квадрат и тысячи от пен вай обращайте ребята на это внимание если хотите конкретно такую просто забивайте вот этот порт номер в поиске в своем магазине но тем не менее на какую-то квадрат и тысячу под видео ссылка будет обязательно окей давайте посмотрим на коробку распакуем ее и дальше с будем собирать тестовый стенд за кадром а потом уже будем тестировать игрушки и может быть я даже кстати постараюсь какие-то бенчмарки найти я не очень силен в бенчмарках профессиональных приложений на я сяду значит почитаю форумы постараюсь хотя бы два три каких-то бенчмарка найти чтобы показать вам как ты тысячи ведет себя в том числе и в профессиональных приложениях потому что но люди же квадры покупают как это должно быть за квадрат должна стоить дороже игровой видеокарты и уметь проявлять себя лучше в профессиональных приложениях но сегодня мир перевернулся и квадры теперь стоит дешевле игровой видеокарты проявляя себя как заявляет nvidia лучше в профессиональных приложениях при этом еще и игрушки тянет в общем абсурд скажи бы мне кто-то в девятнадцатом восемнадцатом году что человек будет покупать т-600 и 1000 для игр я бы в лицо бы ему рассмеялся бы и их выпил бы за его здоровье чарку понимаете как но к сожалению мир такой и так заболтался значит видеокарта в данный момент у нас hp 20 x 22 это nvidia t1000 с четырьмя гигами памяти и и четырьмя мини дисплей портами насколько я знаю здесь должны быть переходники я покупал не в рознице я покупал у дистрибьютора напрямую поэтому ребята я не знаю где она продается в рознице мне кажется я видел ее в онлайн трейдит точно так прикольно продукция чешской республики в чехии в короче походу карты делают круто да я вот ну честно говоря не ожидал прикольно то есть вычки видимо в чехии производства но скорее всего их там просто собирают то есть из китая до приезжают все эти запчасти там текстолит и так далее а на заводе в чехии все собираются но я кстати правда не знал что вычки есть производства в чехии для меня новость так давайте ладненько раскрываем ее хоп заглянем внутрь что у нее вот здесь будет таймкод типа начала распаковки а до этого будет таймкод просто на болтовню смотрим что у нас положили у т-600 комплектация была от пенвай побогаче помните да у нас здесь переходник но вот вам может и не видно но это обычный дисплей порт это мини дисплей порт тот который на видяхе и еще один точно такой же то есть грубо говоря два монитора со стандартным дисплей портом вы подключите из коробки не покупая дополнительных проводов или каких-то переходников кому интересно порт номер переходника 703 216-001 производитель HP значит у нас есть ну вот такая вот мягкая поролоновая прокладка до чтобы видях и не убилась при транспортировке и переходник на лоу-профайл корпуса то есть если вы купили лоу-профайл корпус какой-то маленький да у вас соответственно видях а ну вот она стандартной длинной высоты точнее то вы можете спокойно поменять на лоу-профайл и свой маленький корпус установить проблем с этим не возникнет ну сама карточка понятно и и последнюю посмотрим идут книжечка по установке инструкция гарантийная вот эта книжечка тоже где прописано что ее не надо поливать водой там грызь зубами и так далее и просто просто инструкция на всех языках но нам не интересно мы знаем как видеокарту установить все дальше просто коробка ребят дальше просто коробка 300 видях видите было сделано конкретно этой серии это 45 из 300 сделано в китае кстати сделано в китае дальше у нас тут печать про это продукция то есть видимо разработана в чехии а сделано в китае это знаете как айфон придуман в америке но собирает его в китае все знают называть foxconn вот видеокарта запечатана аж двумя вот такими вот наклейками внимание электростатический пакет типа не трогайте ее своими лопищами да вот тут прям нарисована которыми вы чесали там собаку пушистую и соответственно использует использовать только в значит компьютерах квалифицированных hp это сразу такое нам говорит чувак ты открыл короче засунул ну например вот сюда все гарантия hp тебе не даст хитрые хитрые гарантии не будет если используется не в системах hp но как бы юристы скажите мне можно вот я в как бы по идее если я вскрыл я с этим ознакомился значит я что теперь получил карточку без гарантии разумеется я думаю что нет разумеется дистрибьютор по гарантии эту карту примет если что-то с ней случится но кстати ребят хочу вам сказать что за всю жизнь я собираю компьютер я вот буквально вчера считал получается около 14 лет это конкретно сборка а до этого еще был ремонт какой-то так вот за всю свою жизнь я не видел ни одной вышедшие строя квадры серьезно мне кажется что производство квадр она просто но на более серьезное но более качественное что ли потому что все таки квадра это профессиональный продукт это не продукт для консюмера это не там 1050 тяй которая на самом деле 9000 рублей должна стоить да не 35 как сегодня мы давайте распакуем саму карту посмотрим и на нее в том числе антистатический пакетик понятно но визуально она выглядит в общем то как т-600 тоже у нас турбинная охладно тут насколько я помню 50 ватт если я ошибся я вот здесь сноску сделаю но по-моему она 50 ватт на четырех винтах держится снимать можно без потери гарантии как вы видите ну то есть до юра мы гарантии уже лишены так что делаем что хотим ну и собственно вот она карточка дальше мы соберем тестовый стенд и наверное ребят я когда будет тестовый стенд готов также как и в том видео покажу из чего он состоит мы подготовим вам список игр но кто хочет получить информацию быстро под роликом есть тайм-коды поехали дальше собственно ребят мы находимся в винде уже в собранном компьютере в установленной системе windows и как вы видите это 11 windows на сегодняшний момент 24 ноября установлены все обновления стоят все абсолютно драйвера скачаные с сайта материнки и в этот раз у нас будет немного больше времени чем в прошлое в прошлый раз у нас было прям буквально реально два с половиной часа поэтому мы прям записывались в очень быстром режиме в этот раз времени у нас немного больше но все равно недостаточно поэтому мы как бы установили сюда побольше игрушек и еще немножко бенчмарков вот вы просили в прошлый раз еще сделать профессиональный бенчмарк но вот все что я на самом деле нашел самое интересное что я ну гуглил это бенчмарк от solidworks а точнее для solidworks от компании спец которые оказывается делают кучу вообще профессиональных бенчмарков чего я и не знал но собственно игрушки протестируем точно наверное это самое интересное если останется время еще и погоняем какие-то тесты здесь давайте значит посмотрим соответственно на чем мы будем делать тесты это у нас гигабайт за 690 геймин икс на ддр 4 памяти мы живем сегодня во времена ноябре 21 года когда ддр 5 памяти нет продажи вообще нигде поэтому соответственно да мы собираем системы на за 690 на алдерлейках надо ддр 4 памяти у нас два модуля по 32 гига работают с эффективной частотой 3200 мегагерц вич в инфо отображать 1600 это нормально с таймингами 16 18 36 то есть на самом деле у нас буквально и процессор до процессов конечно процессор 12700 кей значит ребят получается что здесь у нас как бы узким местом в производительности так или иначе в любом случае будет выступать видеокарта практически во всех задачах которые мы с вами будем тестировать тоже процессор бешеный оперативки дофига оперативка быстрая но собственно т1000 драйвера 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 сейчас качали драйвер где-то час наверно с нашим интернетом драйвер последний и в этот раз нам не удалось схитрить как ст 600 ст 600 помните мы рассказывали что мы взяли просто бахнули игровой драйвер и он спокойно установился и мы на нем собственно тесты и привели в этот раз почему-то мы пытались и так и сяк у нас игровой драйвер не ставится поэтому у нас установлен последний официальный скачанный драйвер для квадро т1000 ну собственно с сайта nvidia ком он датируется на сайте десятом ноября 21 года здесь почему-то показывает 26 октября 1 я думаю дата когда его написали дата когда его выложили собственно очень долго я на самом деле закидываю вступление я думаю что да кстати по поводу ssd наверно сказать у нас ssd gen 4 игрушки преимущественно стоят на нем поэтому в дисковой производительности мы тоже ничего не теряем ну собственно окей давайте наверное снова заставим вову немножко поиграть и поработать чем сидит ютюбчики смотрит ну и следующим кадром да мы наверное ставим уже непосредственно тестирование поехали кс гоу разрешение full hd настройки вы видите на экране смотрим сколько у нас получается больше 200 фпс в среднем по 0.1 процент фпс где-то в районе 150 при плотном контакте могут может приседать где-то до 120 но в общем-то как бы более чем играбельные мне кажется даже на каком-то супер киберспортивном уровне если опять-таки вы хотите какие-то более высокие показатели просто чуть-чуть поменьше поставьте именно там настройки графики но в целом это по-моему очень хороший показатель для такой довольно бюджетный в нынешние времена скажем так карты как как замены какой-то игровой унывшему дяди васи вы можете понять что следующая игра у нас metro exodus настройки графики как обычно вы стараемся в поставить все по максимуму но при этом чтобы было что-то в районе 60 fps поэтому все высокая тесселяцию выключили фильтрации текстуры к 16 поставили и собственно говоря побежали немножечко пробежимся и посмотрим как оно будет как можете сразу со старта заметить в общем-то у нас фпс сейчас 3 средний хоть и в районе сотни все-таки по мере игры он больше вы стремится где-то к 70 60 то есть в общем-то это очень классный fps для того чтобы пройти эту игру и собственно говоря нас от настроек качества графики у вас не будут вытекать глаза поэтому это вполне себе зачем защита на и можно сказать что с этой игрой карточка справляется на ура ну и собственно говоря можно немножечко побегать и посмотреть на все эти прекрасные разрушенные заброшенные вещи и даже несмотря на то что по 0.1 проценту fps мы уже превратились в консольчика все еще играть более чем приятно следующая игра battle field 1 разрешение все еще full hd пресетом ультра ставим настройки графики и идем воевать в среднем мы получаем где-то в районе 65 fps просадками до примерно 40 в принципе играть более чем опять-таки комфортно хоть и местами конечно это заметно что меньше 60 следующая игра for the 5 перри настройки графики ставим высокие и запустим текст производительность посмотрим сможет ли мы эта малышка справиться как мы видим для гоночки вполне себе играбельный fps в районе где-то 50 60 что вполне доказывает что это малышка все-таки что-то может хоть и конечно это не ультра настройки но поиграться и наса поиграть в эту игру и насладиться красотами вы точно сможете посмотрим на эту игру и насладиться на概念 настройки вот мы видим и что мы видим настройки вот у нас есть и применение вот мы видим это что мы видим настройки всегда есть и в этом месте и все остальные и в этом месте И даже несмотря на то, что сама игра говорит нам поставь низкое, как вы можете видеть по графику даже фреймтайма, все более чем замечательно и можно вполне играть на высоких и ни в чем себе не отказывать. Следующая игра Doom Eternal, пресет графики высокая и мы начинаем уничтожать демонов. И как вы можете видеть, уничтожать демонов на этой карте можно с очень даже неплохим фреймрейтом. В среднем где-то мы имеем в районе 60-70 кадров, просадками до примерно 40, но вполне себе неплохой фреймрейт для таких настроек. Все-таки это не забываем высокие качества графики, хоть в этой игре на самом деле это и что-то в районе среднего. Все-таки это не забываем высокие качества графики. Каналию киберлак, ставим пресетом низкое, то есть все максимально на низкое, DLSS выключаем и идем бить лица. Как вы, собственно говоря, можете лицезреть, даже несмотря на то, что мы все еще находимся в мире, так сказать, консольного FPS, то бишь меньше 60, мы можем вполне себе насладиться игрой. Как вы хотите это сделать? Как вы хотите это сделать? И даже в довольно интенсивных относительно перестрелках FPS не падает ниже 30, то есть это более чем играбельно и, я бы даже сказал, в какой-то степени приятно. Если с игровой производительностью мы с вами разобрались и все с ней понятно, то давайте немножко добавим синтетики для понимания, как она себя поведет в рабочих задачах. На примере Solidworks бенчмарка. Продолжение следует... Бенчмарк отработал, накрутился моделик, навертелся, насчитался, выдал нам вот такие прекрасные результаты. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А для людей, которые в этом хоть немножечко понимают, мы оставим HTML файл под видео, ну либо просто поставьте видос на паузу. Ребят, мы по традиции решили записать короткую концовку, как на Т-600 делали, так же сделаем из Т-1000. Но если про Т-600 было что сказать, то про Т-1000 мы многого не скажем, потому что при вдвое большей стоимости по сравнению с Т-600, она, увы, не дает в игровой производительности производительность вдвое выше. Правильно, Вов? То есть по факту она дает нам что? По факту она дает производительность чуть-чуть лучше, чем 1050 Ti, при абсолютно такой же стоимости. И тогда лучше просто чуть-чуть докинуть и взять 1650. Собственно, так и получается, что реально, вот если сейчас рассматривать, у нас была карта от HP, она визуально немножко лучше, по охладу не знаю, сравнить не могу. Есть аналогичная карточка от Dell, она выглядит ужасно, у нее охлад такой, вот эта 40 или там 30, да, какая-то миллиметровая соплюшка. Да, она прям посредине видяхи на чипе, знаете, как раньше 980 GT от Polit шли златухи, вот такая же фигня. Вот, она выглядит примерно так же страшно, у нее там 6 лопастей, по-моему, просто на вертушке, то есть там сэкономили вообще на всем. Но при этом при всем она дешевле, и стоит она ровно, ребят, как какая-нибудь там 1050 Ti, я не знаю, от GIGI с одной вертухой, да, или от Polit ki. И как-то, Вов, говори, что производительность плюс-минус одинаковая. Ну, плюс-минус одинаковая, в каких-то играх 1050 Ti чуть получше, в каких-то играх чуть получше T1000, но в целом, как бы, плюс-минус одно и то же. У 1050 Ti, слушай, у нее же есть определенное преимущество при той же цене, ее можно подразогнать. И у нее охлад по-любому будет лучше, чем у убогой этой T1000, да, вот этой вертухи. Т1000 тоже можно разогнать. Она гонится в Afterburner? Да, она точно так же в Afterburner. Ну, охлаждение хуже. Чипы просто вот висят, болтаются, доп. питания нету. А 1050 Ti можно найти какую-нибудь Overclock Edition, Asus Strix там. Нет, смотри, она в играх жрет 45 ватт. Или там, ну, типа 40-45. У тебя с PCI-слота можно забрать 75. У тебя еще разгонный потенциал более чем. Около 40% получается. Да, понятно, что как бы не это самое. У нее там всего две фазы питания, одна из которых, я так понимаю, на память вторая чисто на чип. Но как бы, если вы сильно захотите, там есть две посадочки. В нижнее плечо можно допаять еще по мосфету, ой, то есть по ключику. Но вообще, если смотреть более реалистично на вещи, наверное, правильно будет доплатить немного и взять 16, ребят, 50 на GDDR6 памяти. Которых сейчас, конечно, они стоят неадекватно дорого, как любая другая карточка. Но смотрите, в общем, давайте поставим точку. Если ТТ-600 можно рассматривать как классную, недорогую альтернативу игровым карточкам, да, что мы и доказали в нашем предыдущем ролике про тест-квадро, то Т1000 нет. Это чисто карта для профессиональных задач. И геймеру ее рассматривать не нужно вообще. Да, но только если вы пришли в магазин, вам нужна карта прямо сейчас, а в ДНС говорят, 1050 ТТ нету. 1050 ТТ нету. И там сидят только такие очень грустные консультанты такие, 1050 ТТ закончилось, и сидит вот эта мама. Остались только 3080 ТТ, а не по 260 тысяч рублей. Это колорфул на вертушке. Нет, это гига ревка, которая турбинная. Гига ревка турбинная, вон, досталось 4 штуки, все забрали. Ладно, в общем, прикалываться можно долго. В общем, я надеюсь, ребят, что мы донесли до вас информацию. То есть, подытожим. Т1000 мы берем для профессиональных задач и только не рассматриваем ее как замену игровой карте. Но вот Т600, как бы это ни звучало, вы все видели сами, у нас на канале, кто не знает, есть ролик про Т600. Посмотрите его за свои деньги. Это прекрасная игровая карта в сегодняшних реалиях. Правильно, Вов? Все верно. Ничего не добавишь? Вообще нечего добавить. Нечего добавить, мы все сказали. Все, ребята, всем пока и оставайтесь умными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!